То есть об этом говорил мой бывший муж, опять-таки, или бывшая свекровь. Я не помню конкретно, кто об этом говорил. Аляна, не обращай внимания на идиот. То, что ногами махала, да, ну, видела, окей. Так мы сейчас обсуждаем абсолютно другую ситуацию. То, что я эмоционировала, находясь на шестом, по-моему, это было месяце беременности, да, когда мне, ну, я не хочу сейчас обсуждать эту ситуацию, да, там, как кто-то мне сказал, что там меня стерилизует и так далее. Ну, то есть, да, там какие-то такие вещи, на которые можно эмоционировать. То есть то, что было, я этого не отрицаю. И, ну, я не скажу, что я там о чем-то жалею или не жалею. Я этого просто не отрицаю. Я понимаю, да, свои какие-то ошибки. Я могу спустя там с высока лет и какого-то опыта говорить, что где-то я была права, где-то нет. Но то, чего не было, в это верить или это обсуждать, ну, это абсурд. Я бы не дружила со свекровью такой. Гобос хочет вас вернуть. Слушайте, я, как объяснить, то, что я там что-то выставляю, кто-то мне там, да, спрашивал, говорил. Я это выставляю только тогда, когда об этом заходит речь, когда поднимается какая-то тема. Либо там, я не знаю, кто-то что-то мне смешное, там, например, как видео с этим шашлуком. Кто-то мне скинул какое-то видео. И то там тема была вообще о моем брате, который убирал шашлык с плиты. И кто-то там писал, о, были времена, на проекте был Месси. Там, о, спасибо, Месси, он спал с ситуацией. То есть упор был именно на это. То есть именно смысл в этом. Ну и в целом должна присутствовать какая-то самоирония. Да, там, то, что было, какие-то вещи вспоминать и смеяться. Ну кого-то это задело, кто-то там опять начал триггерить и так далее. То есть у меня новая жизнь, у меня своя семья любящая. Я познала, что такое любовь, я познала, что такое семья, что такое любящий, да, там, свекр и свекровь. То есть то, что было в прошлом, оно остается в прошлом. Но когда поднимается какая-то определенная тема, я могу ее обсудить. И это не значит, что я хочу кого-то вернуть, или я кому-то завидую, или я кого-то люблю. Потому что у людей возникают только такие мысли. Но, скорее всего, они возникают только тогда, когда их мучают подобные вопросы, мучает их в своем собственном подсознании из своего какого-то прошлого опыта, либо из своих каких-то страхов о будущем. Вот и все. Так что вот так. Шашлык сварить не хотите? Возможно, не знаю. Я не пробовала никогда это интересное блюдо, но, возможно, возможно, мне повезет когда-нибудь. И я все-таки попробую его. Вы в жизни такая же, как и на доме, или играла на камеру? Слушайте, ну, я могу сказать, что, ну, вот если честно, открыто, да, я нормально ко всем отношусь, и к ней в том числе. Я отношусь как, знаете, как к пожилому человеку, как к ребенку, снисходительно. Я не обижаюсь даже там, когда сейчас, там спустя столько лет, там обо мне могут какие-то вещи неприятные говорить. Я всегда спокойно отвечу, всегда там, как я не знаю, то есть меня не вызывает это никаких эмоций. Ну, просто Ольга Васильевна своеобразный человек, вот она такая. И, знаете, ну, каждый человек со своими тараканами в голове. Я тоже, там, не знаю, такая, вот, знаете, определенного какого-то склада. Вот. Но конкретно что про себя могу сказать, что, ну, я не знаю, я была молодая, я была неопытная где-то в чем-то. Конечно, элементы шоу в самом проекте присутствуют, там провокации, какие-то монтаж, вот. Но все-таки все равно, как сказать, сценария там никакого нет. То есть люди вот какие есть, такие они и есть. Но кто-то меняется, кто-то не меняется. Зависит от возраста, от прожитого жизненного опыта, от многих ситуаций. Вот. Ну, самое главное, что я ни на кого не обижаюсь, я не держу ни на кого зла, не держу ни на кого обиды, я не вспоминаю это. Если вы что-то видите, там, в моих сторис каких-то, то это либо что-то, может быть, смешное, либо вообще касающееся ситуации вот на данный момент. Я сейчас в Волгограде. Я сейчас в Волгограде. Были сначала у моих родных, сейчас у родных Маркуса. Вот. Так что отдыхаем. Мама твоя была очень классной, красотка. Спасибо. Кстати, мне папа зачастую говорит, что, говорит, ты так похожа, говорит, на маму. Ну, вот как стала старше, говорит, ты стала похожа на маму, только вот армянская версия, что темненькая. Ну, кстати, знаете, я смотрела еще такие детские фотки моей мамы и вот Мики. У них тоже есть что-то такое. Так что, возможно, сейчас вот она будет расти, может быть, что-то и от мамы. Ну, по-любому что-то даже от мамы от моей будет, потому что это же моя мама, а Мика, то есть я мама Мики, поэтому, скорее всего, что-то, что-то да будет. Просто где-то надо сглаживать руганье, а не подогревать. Я с вами полностью согласна. Даже если я что-то там говорю, выставляю, это может быть очень тонко, либо очень правдиво, либо очень справедливо, понимаете? Даже сейчас ситуация, которая возникла там буквально пару дней назад, ну, как бы, знаете, это же все как бы продолжалось не вот буквально пару дней. Это уже давно тянется, просто я об этом не рассказываю, я не акцентирую на этом внимание. Просто когда, например, мне предъявляются какие-то претензии или претендуют на что-то, ну, как бы, только тогда я говорю, слушай, ну, раз ты хочешь это, значит, ты должен делать это. И должен не потому, что ты должник, и ты всем чем-то должен и обязан. Нет, потому что это естественные вещи. Ну, то есть отец – это отец, мать – это мать. Да, это абсолютно нормально, так и должно в жизни происходить. Давайте завалим комментами Маркуса, чтобы сделал предложение Алиане. Не знаю, Маркус такой, что он, наоборот, не будет никого слушать, а будет делать сам. Поэтому если вы заваливаете его комментарий, он сделает с точностью до наоборот. Подайте на алименты и все. Слушайте, я уже говорила, что эта ситуация, она мне стала уроком. Я многое поняла, многие вещи поняла. Я не собираюсь это, как бы, об этом рассуждать, обсуждать, это размусоливать. Я просто приняла определенное решение, все остальные какие-то моменты, они будут решаться просто за кадром, и все. Как твой папа и семья относятся к тому, что спрятался за спину жены от алиментов и ответственности за сына? Они знают об этом? Да, конечно, папа знает, но, естественно, я всегда всем делюсь со своей семьей, я никогда ничего не скрываю, открыто, абсолютно. Ну, как может мой папа относиться? Ну, как бы, он кавказский мужчина. У них вообще такое не принято на Кавказе, не принято, как сказать, не то, что бросать детей, не принято, то есть они всегда помнят о своих детях, о них, их воспитывают, даже если не разводятся, хотя тоже такое, знаете, не особо принято, но это такие уже старые устои, все равно сейчас уже и на Кавказе везде есть разводы, там есть люди расходятся, но они всегда обеспечивают своих детей, они даже обеспечивают бывших жен, но, как бы, я вообще не нуждаюсь в этом, я не нуждаюсь в том, что обеспечивали меня или обеспечивали Роберта. Кто-то скажет, а зачем тогда ты об этом говоришь? Ну, то есть, если тебе не нужно, если ты не нуждаешься, почему я об этом говорю? Потому что от меня требуют равных прав, от меня требует отчитываться, когда меняются наши планы, говорят, что у нас равные права, что мы будем разговаривать с тобой по-другому, когда мы там будем видеться с ребенком или проводить с ним время, окей. Но если ты хочешь проводить время с ребенком, если ты хочешь быть ему отцом, если ты хочешь кататься на саночках, ты вози эти саночки тоже, ты принимай участие в совокупности, все. Это не только деньги, деньги, да, как там кто-то написал, ну кто-то, да, как говорит его семья о том, что Аляна стала жадной, ей не хватает денег. Каких мне денег не хватает? Объясните, пожалуйста. Вот в этом году прошло 7 месяцев. За 7 месяцев он отправил 100 рублей, и потом, когда я обнародовала всю эту ситуацию, он отправил еще 1000 рублей в догонку, ну чтобы как бы, да, не было вот этих вот обсуждений. Ну что такое 1000, даже, окей, пусть даже не 100 рублей, да, как я там вчера выложила сториз, посмеяться чисто, пусть это даже 1100 рублей. Что такое 1000 рублей за 7 месяцев ребенку, который кушает, который одевается, который ходит в кружки, который сейчас едет в лагерь, который стоит 50 тысяч рублей. Ну то есть, ну я как бы оплачиваю еще другим детям, но другие дети окей, это не считается, вот есть его ребенок, да. Куча всего, все его хотелки, все, ну вот у кого есть дети, у кого есть дети, все это прекрасно понимают. И я сама обеспечиваю своего ребенка, моего ребенка обеспечивает мой мужчина Маркус, хотя он не является ему отцом, но он его воспитывает, он его одевает, обувает, он его кормит и дает ему деньги, понимаете? Ну то есть, но я бы слова не сказала, я и не говорила, я весь год молчала, я в целом молчу, то есть я об этом не говорю. Но когда на меня стали наезжать, что, слышь, ты, ну конечно не так, это я образно, он не так сказал. Он сказал, слушай, мы вообще-то, у нас равные права, я говорю, нет, дорогой, у нас неравные права, потому что тебе нужен ребенок только тогда, когда ты хочешь с ним провести время, увидеть там его на каникулах и так далее. Ну я же с тебя денег не беру, когда у меня на каникулах. Спасибо большое. Ну ты мне вышли чек, я тебе пришлю сколько там, тысячи, две, три тысячи, ну как бы мне не жалко, сколько я тебе пришлю, хотя ты своему ребенку не помогаешь, а я тебе должна прислать эти деньги. Ну я не знаю, понимаете? Для меня это немножечко странно. Только поэтому эта тема поднялась, только поэтому, а не потому что мне нужны деньги, я жадная, я трачу деньги на Роберт, господи. У меня есть работа, есть работа моего мужчины, мы работаем, развиваемся. Забей на него, пусть платит элементы, молча и все, не говоря о нем больше, не заслужил твое внимание, красотка. Я с вами согласна, ну в том плане, что как бы, ну я эту тему дальше развивать, обсуждать не буду. Вот сейчас я с вами это обсуждаю, дальше как бы, ну уже будет по-другому и все. Как Маркус реагирует на эту ситуацию? У него нет никаких эмоций, он никак не реагирует, он говорит, ну как бы, ну не платит и не платит, ну значит, значит вот, как сказать, значит у него такая позиция, значит ему так хочется. Ну то есть он просто, как сказать, Маркус просто молча берет ответственность на себя, он молча выполняет то, что должен выполнять как бы отец и все. Ну как бы он ничего плохого не говорит про Сашу, он не, не знаю, он мне ничего не говорит, так давай там вот это, давай то, там подай на элемент или звони ему, пусть он вышли, нет, вообще абсолютно ничего. То есть вот просто он просто делает то, что он хочет делать и то, что нужно делать и все. Так что как бы, вариант о том, что звони, проси, ну меня такое не устраивает. Я что должна звонить? Слушай, вот мы зашли в кафе, Роберт хочет бургер съесть, можешь, пожалуйста, скинуть там 300 рублей? Или как это должно происходить? Ну то есть мне каждый раз звонить и выпрашивать? Нет, это не моя история. Ты хочешь, делай, не хочешь, не делай, все. То есть я не обязана этого делать. Мы с тобой, все правильно, мой муж дает денежку, бывший. Я еще считаю, что после 18 лет, если ребенок живет и учится с матерью, то ему надо продолжать давать элементы, привет из Белоруссии. Приветики. Да, я, ну слушайте, у меня нет такого, что я не настаиваю. Я рассказывала о том, что когда я была одна, когда мы разошлись, мы разошлись, когда Роберту было два годика. И четыре года, ну как бы я жила с ним одна. То есть он его видел, ну как бы не сказать, что часто. Я сама его обеспечивала, я сама как бы с ним занималась. Он там что-то где-то когда-то, знаете, там что-то перепадало. Что-то он, конечно, присылал такое вот изредка. Я очень переживала, я очень переживала, я плакала, я там звонила, я говорила о том, что вот я бежала, что пожалуйста, это твой сын. Я переживала, что вот я одна мать, что я не справлюсь, что нет мужского воспитания и так далее. То есть у меня была вот такая вот, как сказать, паника и тревога. Но, когда появился Маркус, у меня как-то все это закончилось, я успокоилась, потому что у Роберта появилась, как сказать, мужская поддержка, мужское плечо, то есть он стал там его воспитывать, 6 лет получается это было, 6 лет, он там взял на себя часть обязанностей, есть такие мамы, которые могут заменить и папу, и маму, я не такой вариант, честно, я вот признаюсь, я не могу так, я вот такая очень мягкая где-то, хотя я думала, что я строгая, но я не могу, я не могу там взять, наказать, не могу так сказать жестко, не могу научить какие-то мужские дела делать, там что-то прибить, какой-то труд и так далее, я не могу так, ну не знаю, вот, и вот с тех пор, получается, я успокоилась, и я уже не названивала, я уже не просила, только когда разговор об этом заходил у нас, я говорила, слушай, ну Роберту вот это надо, слушай, ну Роберт, он в школу пойдет, его собрать надо, еще что-то, то есть когда мы вот просто списывались, нет, нет, не написала, не позвонила, я сама не звоню, не пишу, ну то есть все, нет в этом надобности, я перестала переживать, что ребенок вырастет каким-то не таким, потому что у него есть какой-то пробел и нехватка чего-то. Зря не настаиваешь, сын уже на будущее бы копила, нужно добиться от отца ответственности, если он совсем… Слушайте, ну просто я тут не буду обсуждать конкретно свои какие-то шаги и действия, что я буду делать, вот, но просто какие-то меры все равно будут приприняты, но настаивать, надоедать или как-то опять это обсуждать, позорить, я не буду, я не буду. Вот просто эта ситуация произошла, вот она произошла, значит, так оно должно было быть, ну не просто так что-то с нами происходит, понимаете, даже сейчас вот это, может быть, это тоже как-то ему что-то покажет. Я не говорю, что он плохой папа, может быть, в его понимании это нормально, может, для него это норма, там, я не знаю, может быть, он там пытается сделать все возможное, чтобы, да, и сам в своих глазах он делает все возможное, и он хороший папа. Не знаю, не знаю, может быть, так, я просто не могу залезть человеку в голову и как-то все это объяснить, но просто я могу поставить себя на место ребенка… А? А? Ну да, 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 я сейчас это… В плане четвертого, 50 грамм. Ага, хорошо. Я сейчас, я сейчас уже приду. Нет, просто я тебе кричу, я зарежу, я зарежу, ты записала. А, окей, все. Так, сейчас. Они же сказали, что они скидывали много денег, где скриншот? Я так понимаю, скриншот, который они показывали, там 1000 рублей, которая была отправлена в догонку после того, как я сказала про 100 рублей. Последний раз, когда он скидывал нормальную сумму денег, это был, получается, октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца. То есть там было что-то 30 тысяч, потом 20 тысяч, 10 тысяч, что-то такое, примерные какие-то я суммы вам называю. Все. После этого тишина. Ну то есть даже когда ребенку нужно было собрать в школу, как бы, он сказал, ну попозже, сейчас вот нет, там, потом, там и так далее. То есть в школу я его собирала сама. Все. Я, знаете, что сказала, вот честно, вот почему даже я могу открыто об этом говорить и могу не оправдываться, не придумывать что-то, потому что я уверена в своих словах и я говорю правду. То есть человек, который говорит правду, ему даже, я не знаю, ему не нужно запоминать, там, да, что он говорит, и он боится ошибиться, потому что он врет. Вот я сказала, если вдруг такое, да, вдруг такое возможно, да, что я вдруг, ну я все-таки в декрете, может быть, память меня подводит, может быть, там, я не знаю, может быть, я забыла что-то, там, не знаю, не досчитала, может быть, что-то мимо меня прошло. Я человек не гордый, я не высокомерный, я, если мне, ну, покажут, что я не права, что я ошибаюсь, я вру, я готова забрать свои слова обратно, я готова извиниться публично и сказать нет. Вот, что, извините, вот то, что я сказала, это все фигня, потому что на самом деле он помогал, он обеспечивал, а я вот, ну, не знаю, забыла, дурочка, не знаю, запамятовала, дурочка, не знаю, еще что-то. Я могу, ну, как бы, я могу сказать, я могу забрать свои слова обратно, мне не стыдно. Так что вот так. Ладно, давайте уже не будем обсуждать эту тему, обсудим что-нибудь другое, потому что, ну, из пустого в порожнее. Не вижу смысла это вот обсуждать. Если я что-то там, не знаю, выложила в сторис, то просто поскольку-постольку, кто-то спросил, там, какая-то ситуация произошла, где-то там, не знаю, что-то смешное. Но не потому что меня это как-то беспокоит, я прям хочу это вынести, или как кто-то говорит хайп, подписчики и так далее. Сейчас каждый второй у нас блогер, понимаете, у кого-то 10 тысяч подписчиков, у кого-то 20, все рассказывают что-то, кто-то показывает свою жизнь. В чем хайп, в чем хайп, не знаю, делается на чем-то, не знаю, на чем-то выдуманном, правильно? Ну, то есть какая-то популярность, какие-то подписчики. А когда ситуация реальная и какая-то проблема реальная, вопрос реальный, то в чем может быть? Алиана, со времен Дома-2 ты не изменилась, печально, жизнь тебя ничему не учит. Это ваше мнение, вы можете считать так, я могу сказать, что ни один комментарий, ни одно какое-то суждение обо мне никогда не поменяет мое собственное мнение о себе. Я никогда не буду думать, что со мной что-то не так, или я какая-то не такая, потому что кто-то, один, два, допустим, даже тысячи человек обо мне подумали как-то не так. То, что я говорю, я не знаю, я уверена в этом, я считаю, что это правильно, я не считаю, что я делаю что-то не так, я не жалею об этом. И мне не нужны какие-то слова подтверждения кого-то, родных, подписчиков, мне не нужны какие-то оценочные суждения, что ты права, ты сделала правильно, или ты сделала неправильно. Я сделала так, как я посчитала нужным, если я сделала это так, значит я посчитала это правильно, вот и все. как его жена сказала что кто-то зарабатывает умом а кто-то на блогерстве слушайте тот кто зарабатывает умом мне кажется не сидит социальных сетях и не пытается заработать блогерством и не пытается вообще выкладывать какие-то истории какие-то снимать какие-то прямые эфиры на какие-то темы и так далее может быть просто есть люди которые зарабатывают блогерством а есть люди которые хотят и пытаются зарабатывать блогерством наверное так будет сказано точнее вот потому что я у меня есть например если говоря говорить про меня и про блогерство мне наоборот кажется что очень изменилась более мудрее ты стала совсем другой лучше краше что хотел сказать про то что если говорить конкретно про меня и про какое-то блогерство блок не приносит деньги но это не мой основной доход у меня есть абсолютно другие источники дохода которые мне приносят хорошие деньги я не буду сейчас перечислять периодически я об этом говорю рассказываю кто со мной давно об этом прекрасно понимает вот то есть блок это одно из это какая-то вообще вот просто небольшая часть наверное того что я получаю это во первых если кто-то об этом говорит считает это сравнивает то значит это как-то чисто подсознательно сидит у человека и человек может быть хотел бы так пытается сделать так да ну например где-то получается где-то не получается поэтому я тоже адекватно к этому отношусь человеку вообще в целом человек который зарабатывает деньги значит что-то ему это дало ну то есть чем-то он заработал это правильно значит уже ум у него есть потому что он эти деньги заработал правильно правильно поэтому давид по малолетним какой давид кто такой давид кормите груди да я кормлю груди но иногда докармливаю ты зависла пришла на проект и так хорошо помню что любит хочет много детей она такая молодая хорошая мама какая разница как зарабатывать главное зарабатывать ну я не совсем с этим соглашусь я все-таки люблю экологичные методы заработка то есть если например что-то связано с алкоголем с сигаретами с мошенничеством и всем остальным то конечно тут не скажешь что главное зарабатывать вот а все что все остальное что не знаю приносит людям возможно пользу даже то же самое блогерство вы это скажите пожалуйста тысячи блогерам которые появились нашем двадцать первом веке что они там не знаю не зарабатывают умом или что это как-то плохо или еще что-то развлекательный контент это тоже услуга грубо говоря да ну если так это обсуждать которые получают люди если люди на кого-то подписаны если они смотрят комментируют там лайкуют и так далее значит им это нравится значит они получают от этого удовольствие если они эти действия совершают правильно правильно так что не на мы говорим только про законные методы заработка они аморали ну слушайте продавать сигареты алкоголь и это тоже законные но не совсем как сказать правильно не благие цели то есть я например за какие-то вот но благие не знаю например там что что связано с тем что человек может например как-то легально заработать да то есть возможно там инвестиции какие-то но даже вот то что я беру на рекламу все мои менеджеры проверяют это я это проверяю то есть я никогда не буду рекламировать какие-то лохотроны мошенников и так далее вот там что-то связано с экологией может быть что-то связано с какими-то экопродуктами и так далее то есть вот это конечно круто не каждый может быть блогером это реальный труд оля на вас выводят на эмоции отвечать и на нейтральные вопросы меня невозможно вывести на эмоции наверное уже не знаю несколько лет наверное точно поэтому в целом я могу отвечать абсолютно на любые вопросы даже на какие-то провокационные даже там где кто-то меня пытается задеть как-то не знаю очень мало вещей которые меня могут как-то задеть или обидеть или как-то вывести на эмоции не знают со временем все меньше и меньше таких вещей происходит так что вот так косами болтала тоже солнышко то ушло то пришло уже ушло так что вот так будущем хочу конечно свой дом это просто кайф это классно когда свой двор можно пожарить шашлычок нужно на свежем воздухе поесть вчера мы там готовили пиццы детьми приехали сюда покушали поиграли в настолки круто короче на лагерь что на лагерь вот так что вот такие дела с вами болтаю я все-таки хочу сделать маникюр педикюр волосы не знаю успею сегодня завтра сделать чтобы хоть как-то не знаю мне нравится свои волосы но хочется их либо может подстрелить либо счета хотела может быть покрасить хотя два с половиной года не красил их не трогала думаю стоит или нет вот ну и плюс то что я кормлю грудью можно или нет правильно делаешь неадекватных людей полно если на всех обращать внимание то на кого надо внимание не останется да я давно уже поняла что это вообще просто гиблое дело но не имеет вообще никакого смысла реагировать на какие-то комментарии отвечать что-то нервничать испытывать какие-то эмоции нет в целом если тебе интересно ты можешь на это ответить только потому что тебе это интересно тебе хочется это сделать но все остальное испытывать какие-то вещи знаете для меня это на на самом деле большое достижение потому что не бывают периодически панические атаки там тревожные приступы так далее и раньше да раньше я там просто меня можно было вывести вот так мне можно было просто завести что-то там кто-то про меня сказал я побежала доказывать что-то там оправдываться еще сейчас нет я не готова тратить свою жизнь на это только тогда когда мне хочется что-то вот обсудить или на что-то ответить это без эмоционально как-то волосы кайф не жалко волосы классные да я не знаю просто нет волосы после родов не выпадают крыши едет у него у кого у нее у кого едет крыша я хочу только рот кита длинный я решила просто два с половиной года назад когда сделала такой вот каре решила отращивать вот отращиваю не крашу не стригу увидела каре не все время попадается в ленте каре 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 теперь я хочу сделать каре ну что ж такое-то у нее еще диабет здоровье плохое а этого пролиберж что у нее диабет да даже не хочу сказать представлять вот на насколько это сложно я это очень диабет это вот наверное знают реально кто сталкивался с этим все сейчас у нас такая экология такие продукты что мало того что люди гробит физическое свое здоровье да там алкоголь сигареты плюс еще продукты плюс еще ментальное здоровье его очень сложно восстановить это как раз таки про панические атаки пролиби говорят крыши это казалось что влюблена борде не верю в это честно за может быть конечно и так но я не верю что она там влюблена в него и так далее ребят же очень умная девчонка она очень хорошая очень справедливая с чувством юмора не думаю что как бы ей такой человек нужен был или она до сих пор понимает что она его любит не знаю вот я хочу чтобы не все было хорошо в жизни я хочу чтобы она встретила своего человека чтобы не была семья чтобы не были детишки она этого достойна потому что правда вот хороших людей не так много и вот в моем окружении то же самое то есть я когда человек знаете как минимум добрый человек добрый не гнилой не завистливый не гневливый знаете не за короче вот все 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 вот это вот очень мало таких людей вот она спала с бизнесом слушайте во первых я не знаю правда это неправда факт или не факт знаете проект есть проект этого первых а во вторых кто с кем спит кто с кем этот это вообще конечно личное дело каждого не знаю может быть она молчала потом ее слушайте не знаю ну вот сколько лет есть не общаюсь я я лично не замечала и она никогда не говорила не рассказывала про какую-то любовь к ванне не знаю может просто там как-то на проекте провоцируют выводят на эмоции там еще те психологи сидят в редакторах поэтому могут вообще раскрутить на что угодно роберт может с отцом хочет жить не знаю но насколько я знаю то прям жить нет отдохнуть провести время ну конечно да а вот жить не знаю не слышала от него такого именно серьезно вы сильно с вами общается я не сказала бы что мы прям общаемся нет но последнее сообщение было когда мы поздравляли не мы ну как бы я и дети поздравляли с днем рождения я отправила видео роберт там по юморил вот ну в целом все сказать что мы прям общаемся ну как бы нет такого это нормально не знаю как мне кажется люди общаются только когда у них есть какие-то общие интересы когда они там очень тепло к друг другу относятся и так далее ну я не знаю нас никогда не было такого за всю жизнь и я не думаю что когда-то появится отношусь я нормально адекватно хорошо то есть даже вот я говорю когда день рождения было я как бы понятное дело роберт ребенок он же не может помнить у кого там когда день рождения там у меня помнит потому что меня в новый год а так естественно он там даже в числах там может ну запутаться какое число когда и ну я ему напомнила то есть ему сказала роберт помнишь сегодня у бабушки твой день рождения давай запишем ей поздравления ну то есть понимаете да вот так что что такие дела как я хочу похудеть как я хочу вернуть свои 55 килограммов что пока что я ну конечно так не видно где-то может казаться что я типа такая вроде вроде не полненько не знаю я для себя еще полненько я для себя еще не в том весе которым хотелось бы но ничего я на самом деле не как сказать именно не не хочется да мне желание так смотрю на такие красивые фигурки на все такое вот вот но прям каких-то комплексов и то есть я не парюсь насчет этого но потихоньку худея короче мы согласились бы чтобы роберт жил с отцом думаю что нет думаю что нет объясню почему то есть не потому что я как-то там плохо кому-то отношусь нет абсолютно я нормально отношусь и к саше и к его жене и к ребенку вот но но у нас есть в семье вот у нас сейчас да например есть определенные как сказать методы воспитания у нас есть определенные правила носить какие-то устой какие-то традиции знаете вот семейные и и я вижу как роберт вот да там начиная с 6 лет ему уже девять он как раз таки приобретают очень многие навыки он становится очень очень заботливым он очень становится внимательным он там знает что такое хорошо что такое плохо он короче приобретает много навыков и я вижу как он потихоньку из мальчика там даже из подростка превращается в настоящего мужчину я этого не хочу потерять я хочу чтобы он вырос хорошим человеком я хочу чтобы он вырос человеком который говорит правду который несет ответственность за себя за свои слова которые галантные которые внимательны и так далее у нас все это в семье есть поэтому я очень хочу чтобы вот ребенок рос конкретно в таких условиях чтобы вырасти хорошим человеком я сейчас об этом говорю не потому что в той семье как-то по-другому а потому что я не знаю как там как было у нас там до 10 лет назад конечно это даже обсуждать не хочу там бы находясь в таких условиях роберт я не знаю кем бы он вырос честно вот сейчас совершенно все по-другому и я не хочу терять это я не хочу терять ребенка терять человека но представляете вы мне не знаю вот я рассуждаю именно так поэтому мы не бы не хотелось чтобы роберт жил где-то в другом месте вот у нас есть семья наша не знаю все прекрасно мы прекрасно ладим у нас нет каких-то этом конфликтов еще чего-то мой мужчина принял роберта он его воспитывает они с ним друзья вот и недавно даже рассказывала дети играли в соседней комнате у папа недавно это было и мария такая что-то спрашивает но сестра моя спрашивает роберта она зови там что-то как-то но не короче обсуждали что-то назови трех людей которых ты любишь типа вот есть тебе тебе нужно было три человека назвать кто бы это был вот кого кого ты любишь и он сказал мама папа и маркус для меня это честно много значит ну то есть несмотря на то что марку строгий родитель и он не не всегда поощряет и не всегда он да у него есть методы наказания которые иногда мне кажутся немножко жестковатыми он все равно как бы его любит то есть он его любит он его уважает он хорошо к нему относится дети они чувствуют они все чувствуют понимаете несмотря на то что даже там нет каких-то там всегда пряников да иногда есть кнут то есть кнут и пряник поэтому зачем ему жить с папой женщине тяжелее принять чужого ребенка на такие способные единицы не думаю что светлана из этого числа ну мне этого не знает поэтому я смотрю тут с других ракурсов как же гигам да как же дед артур а как же мика писать вот он назвал так мама папа маркус это первое а кстати дед я рассказала папе самому и папа такую роберту так а как же дед одет а роберт такой если было бы больше цифр то ты бы там тоже был вы короче вместе посмеялись мальчишки иногда надо жестковато да и мне было очень сложно к этому прийти за все эти года я думала что там это неправильно что там знаете там спорт еще какой-то труд там я думала что блин как так то есть я не могла этого принять потом поняла увидела плоды всего это спустя время что вот какой роберт был какой роберт стал я поняла что да это нужно вы секунь не поругались нет я не скажу что мы поругались просто мы не общаемся такое бывает что просто спустя время люди идут разными дорогами то есть меняются интересы меняются там не заменяется окружение вот знаете я недавно если честно у меня бывает такое я недавно как-то немножко так как сказать немножко сгрустнула и так мне чуть-чуть это потому что мне попалось попалось видео где она там или с мужчиной со своим или еще что-то я прям так чуть-чуть как сказать ну как это объяснить то ну короче поняла что чуть-чуть скучаю по ней что вот мы не общаемся вот раньше просто я прям категорично говорила что там все там и сто процентов общаться не будем сейчас я не могу ничего сказать там что там может быть еще будем общаться или еще что просто вот нас развела как-то судьба такое бывает как бы в этом нет ничего такого так что вот такие дела и ладненько ребятки наверное я уже пошла потому что сейчас у меня пойду к доченьке потом еще планы свои есть вот надеюсь что я успею сделать себе ногти волосы все остальное вот и наверное если выду еще в прямой эфир то уже когда-нибудь уже там из москвы скорее всего вот так что вас всех люблю спасибо что пообщались я прям не честно мне очень нравится общаться прямых эфирах вот просто не знаю мне как-то это заряжает что ли короче я болтушка я такая болтушка я могу болтать просто дни и ночи напролет поэтому поэтому не это очень по душе вот так что всем спасибо всем классного хорошего дня хороших эмоций вот все у вас было классненько так что всех целую всем пока еще увидимся но пока в stories а потом может быть еще где